здравствуйте друзья по просьбе одного из подписчиков позвольте предложить вашу внимание обзор на сборную модель танка т-80 у от компании trumpeter в 35 масштабе каталожный номер 095 25 буквально пару слов и так основной боевой танк т-80 у корпус имеет аналогичный танку т-80 бв а вот башня уже новая установлен с усиленным бронированием и честным наполнителем кроме того был установлен новый комплекс управления вооружением пушка 246 м и новая динамическая защита контакт 5 так оснащался газотурбинным двигателем мощностью 1000 лошадиных сил впоследствии двигатель был доработан и его мощность возросла до 1250 лошадиных сил боевая масса танка 46 тонн принят на вооружение был 1985 году и так на коробке мы увидим отличную на мой взгляд фотографию где так представлен своей естественной среде обитания и в общем-то фотография на мой взгляд это хорошим является примером по вы за рингу танк что касается непосредственно самой модели то длина модели в собранном виде составит 282 и 6 десятых миллиметра ширина 103 и 5 десятых миллиметра количество деталей более 1000 по бокам у нас с одной стороны представлена один из вариантов окраса кратко историческая справка на английском и китайском языках модель у нас 2018 года из другого боковичка мы видим еще несколько вариантов окраса а также в отравление и декальку но декалька не богатая состоит только из номеров так открываем коробочку и внутри нас встречают плотненько упакованные пакетики литников серого цвета и в центре еще мы видим дополнительную упаковку небольшую коробку в которой находится ванна корпуса и различная мелочевка насколько я могу судить но как обычно на этом я сейчас прервусь все это дело распакую мы с вами посмотрим все это дело подробно итак друзья начинаем с инструкции как обычно инструкция у нас виде книжечки дано черно белая на обычной бумаги формата примерно 4 на первом листе у нас представлены рекомендации по сборке условное обозначение и рекомендации по нанесению декалей на первом развороте мы видим содержимое набора раскладку детали по литниковым рамкам и далее начинается сборка сборка начинается на со сборки основных катков ведущих колес и направляющих колес далее мы переходим к сборке нижней части корпуса на котором монтируются различные детали ходовой балансиры запасные траки устройство самоокапывание верят еще мелких деталей далее сборка у нас продолжается здесь же у нас используется некоторые детали из отравления далее сборка нижней части корпуса продолжается устанавливаться своеобразно вот эти вот защитные резиновые экраны передней части танка и с пятого шага начинается сборка верхней части корпуса монтируются приборы наблюдения механика водителя далее устанавливается верхняя лобовая плита с контактом 5 насколько я понимаю ряд мелких деталей похоже на габариты но не уверен так и на седьмом шаге нам предлагают смонтировать соединить вместе верхнюю и нижнюю часть корпуса далее продолжаем работать с верхней частью монтируем плиту моторного отсека устанавливаем отравленные решетки поддерживающие катки опять же различную мелочь здесь же нам предлагают установить опорные катки ведущие колеса и направляющие колеса также люк механика водителя но опять же ряд мелких деталей на девятом шаге идет сборка гусеничных лент как видим у нас лента дана отдельными траками причем каждый трак состоит из двух частей то есть отдельно трак отдельно гребень и всего нужно будет собрать таких 164 штуки то есть по 82 трака на каждую гусеничную ленту далее на десятом шаге устанавливается еще ряд мелких деталей в том числе в отравленных ограждения приборов наблюдения механика водителя и с 11 шага начинается сборка надгусечных полок насколько понимает у нас правый борт и соответственно левый борт кроме того на этих же шагах монтируется нам предлагается монтировать и боковые защитные экраны далее далее нам предлагают установить уже полки в собранном виде на модель установить бревно само выкапывание так и дальше продолжаем устанавливать различную мелочь а именно бочки топливные запасные так фары и защиту фар ограждения но также крепление бочек и опять же ряд мелких деталей похоже на трубопроводы или еще что-то в этом духе так далее далее нам предлагает производитель изготовить два троса по 100 миллиметров каждый и установить их на соответствующие места вдоль вдоль бортов также нам здесь дается подсказка как нужно сделать буксирные крюки как положить трос на них и начиная с семнадцатого шага у нас начинается сборка башни насколько понимаю по всей миссии то патронные ящики собираются к пулемету в башне у нас стоит из двух половинок основной части нижняя часть башни далее на башню у нас установится различная мелочь блоки защиты ящики забашенные ящики антенной воды прицелы еще один прицел люки экипажа на двадцать третьем шаге собирается фара и фра красная насколько понимаю так далее собирается боезапас к пулемету опять же далее идет сборка юбок на башню и установки на них гранат туча также отдельным шагом идет сборка пулемета и далее все это дело монтируется на башню также на этом же шаге нас идет сборка маски орудия и сборка самого орудия как видим орудия дано из двух половинок и отдельной деталью до родины срез так далее идет сборка насколько я понимаю это у нас сборка устройства для подводного вождения танка на двух шагах опять же здесь используется в отравленные сеточки и собственно на этом у нас сборка заканчивается на последние шаги всего 31 шаг на последнем шаге у нас монтируется устройство для подводного вождения танка на соответствующее место за башней и сама башня уже монтируется на корпус танка вот такая вот инструкция идем дальше так и переходим непосредственно к летникам начну я пожалуй с содержимого вот той коробочки которая у нас была как бы между пакетиками с летниками значит в этой коробочке у нас различная мелочевка находилась и лежала ванна корпусу ванна у нас отлита одной деталью пластик в принципе не очень тонкий вот но каких-то проблем я здесь не вижу то есть литье хорошая достаточно легкий пластик и в плане геометрии тоже все хорошо вот здесь имеется на днище небольшой след от питателя который нужно будет зачистить но в остальном в принципе в принципе других какие-то телодвижения здесь наверное в плане зачистки пока вот я на вскидку так не наблюдая значит что можно сказать и присутствует небольшая имитация сварных швов в том числе вот здесь вот на боковинах надеюсь на камеру будет видно но я постараюсь еще потом это момент как обычно зафотографировать вот так идем дальше дальше нас верхняя часть башни на ней присутствует имитация литья немножко присутствует облое на стыке то здесь идет небольшой следы от стыка пресс-форм то есть это надо будет по защищать но здесь общем-то шовчик небольшой буквально практически не бросается в глаза и зачистить здесь будет я думаю без проблем то есть опять же по качеству литья особых претензий нет литье достаточно четкое здесь на скуле тоже небольшой идет след но это все я думаю без проблем убирается далее небольшой литничок с деталями я даже тут затрудняюсь точно назвать что здесь конкретно на этом литнике но как минимум люк и по всей видимости это кронштейн и бочек похоже что-то из этого но также здесь у нас располагаются ковши вот ковши уже у нас имеют соответствующее отверстие под трос и насколько я если не ошибаюсь таких литников по моему в наборе идет два далее далее еще одна небольшая рамка здесь мы видим пару точнее балансирует нескольких видов и какие-то опять мелкие детали но небольшой какой-то ящик ну по литью в принципе вроде бы неплохо может быть немножечко на деталях присутствует облойчик но не критично то есть немножечко по защищать конечно придется стыка пресс-форм ну тоже немножко есть но как говорится все в пределах норм далее в этом в этой коробочке небольшой нас лежали еще такие вот детали из резиноподобного материала здесь вот у нас представлены различные чехлы в том числе вот этот грязи отбойники на передней части корпуса я так понимаю это у нас мешок для гильзы сбора на пулемет но еще вот ряд каких-то деталей какой-то чехол на что-то вот пару точнее чехлов вот ну такое все мягенькая и из подобного же материала у нас дан еще один летний щек здесь же опять же присутствует чехол для пулемета еще один вариант две маски правда вот чем они отличаются не скажу на вид на вид в принципе одно и то же практически вот и здесь же у нас дано вот такой вот брюно но брюно конечно ни о чем это брюно я думаю ставить лучше не ставить на модель лучше на что-то заменить так и еще небольшой еще к еще одна маска опять же из такого вот резиноподобного материала вот но вот эта маска уже видно что она нас отличается вот этих двух так идем дальше следующий небольшой литвячок и на нем у нас расположены основные опорные катки поддерживающие катки запасные траки гранаты туча опять же какой-то ящик по всей масти патронный и и различная мелочевка также амортизаторы на ходовую но по литью в принципе неплохо все катки тоже пролито неплохо на вот этой боковине бандажа присутствуют насечки но на самом бандаже то есть на рабочей поверхности бандаж гладенький вот и присутствуют следы отстыков пресс-форм но в принципе смещений вроде бы нет в этом плане достаточно все неплохо амортизаторы достаточно на мой взгляд пролиты тоже хорошо достаточно четко вот эти вот резиновые уплотнители или что здесь по идее защитные различная мелочевка крепежи тоже пролиты неплохо но вообще деталек вот таких вот мелких очень много в наборе тучи у нас по всей видимости отлиты многоразъемной форме и в общем-то если смотреть вот на них в профиль то в принципе сечение достаточно круглое что тоже радует хотя немножко крышки по моему вот и них не совсем правильные вот но в целом то что они хотя бы круглые это уже хорошо так следующий небольшой литничок здесь у нас опять же детали ходовой присутствуют и опять же различная мелочь пока даже затрудняюсь сказать что это ну какая-то решетка возможно это решетка сзади которая идет на выхлоп к сожалению на ней имеются достаточно такие следы облоя облойчик но в принципе я думаю здесь не сложно будет ее аккуратненько здесь зачистить сама самое главное что внутри в ячейках вроде бы все ну почти чистенько немножко облой конечно присутствует вот так по другим деталям ну присутствуют следы от толкателей но я надеюсь что этого видно не будет вот вообще конечно для свежей модели немножко мне кажется качество как-то пока что-то меня смущает но во всяком случае наличие вот небольшом микроблой это конечно не страшно и все это легко убирается но все равно как-то от новой модели ожидалось немножко больше хотя возможно это литники еще от старых моделям как мы знаем у тромпетра достаточно много модификаций отечественной техники так значит дальше идем здесь у нас детали устройства для подводного вождения детали вот этих башенных юбок ну и ряд еще различных мелочей ну в целом опять же литье литье достаточно четкое то есть замыленности особо такой нету на кронштейне здесь вот пролит хомуты со стяжками вот различные мелочи далее следующая рамка небольшая здесь у нас находятся ведущие звездочки и ленивец а также бочки топливные дополнительные на корму танка здесь же у нас круги буксировочные и ряд опять же различных мелочей значит бочки у нас сданы двумя половинками и отдельно идут торцевые крышки звездочки вроде неплохо отлиты хотя питатель аж 4 штуки каждой звездочки и все-таки немножко такой вот микрооблочек он как мне кажется немножко портит конечно впечатление от модели но это на мой взгляд опять же страшного ничего не вижу но как-то лишняя работа она тоже не радует так так но в целом в принципе все достаточно опять же неплохо главное особых дефектов ведь я я не наблюдаю так 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 следующая рамка до таких рамках в наборе 2 соответственно да так следующая рамка это у нас опять детали ящика какая-то мелочь корпус корпус фары так еще какие-то детали уже рассверлены выполнены на разъемной форме пока затрудняю сказать что это ну здесь вроде бы все тоже достаточно аккуратно в принципе дефектов вроде бы не видно так следующий литник и здесь у нас достаточно крупные детали это верхняя часть корпуса устройство самоокапанное нижняя часть башни механизм привода назовем так так люк механика водитель и ствол основного орудия состоящий из двух половинок так ну в принципе политиру как я уже сказал особых вроде здесь претензий нет опять же различная мелочь куча просто различные мелочевки со стволом конечно ствол имеет отлит уже с кожухом то есть имеет форму такую сложную поэтому то что он из двух половинок это конечно не очень здорово в том плане что придется все это дело вышкуривать особенно вот в местах вот этих вот стыка где у нас кожух вот то есть желательно конечно по возможности наверно ствол лучше заменить на металлический вот единственное что у нас с срез дом не срез насколько я понимаю дан отдельной деталью вот но это конечно хорошо но все равно мне кажется точеный ствол будет смотреться лучше так что касается корпуса верхней части ну тут тоже особых претензий у меня нет имитация проводки у нас имеется тоже литье достаточно неплохое детали здесь пролитые все четко все четко все читается по геометрии тоже никаких претензий все достаточно ровно далее следующая литниковая рамка и здесь у нас находятся детали в бортовых экранах передние лист вот с защитой контакт 5 это у нас насколько я понимаю контейнеры контейнеры с боезапасом к пулемету и динамическая защита на башню также буксировочные крюки один из люков это у нас я так понимаю крепеж бортового экрана но опять же как всегда несколько мелких деталей антенный ввод ну в целом опять же здесь особо придраться не к чему все достаточно неплохо небольшой опять же микроблочек на некоторых деталях присутствует но не критично утяжен недоливов вроде бы не видно то есть в этом плане в этом плане все хорошо так продолжаем следующая литниковая рамка и здесь у нас опять же детали юбок на башню корпус фонарей корпус прожектора и к здесь же у нас дана пластиковая маска орудия вот но она такая гладенькая то есть без брезента полезащитного полезащитного чехла так здесь же у нас идут тучи как и на том литнике тоже у нас отлиты многоразъемной форме и достаточно кругленькие то есть в этом плане неплохо и здесь же у нас еще один коуш четвертый так ну и ряд ряд мелких деталей двигаемся дальше следующая небольшая рамка и здесь у нас плита моторно-трансмиссионного отдела решетки как видите у нас сплошные вот и здесь же у нас находятся надгусеничные баки и ящики зип соответственно ну здесь в принципе тоже я думаю комментировать нечего литье стандартное для томпетра так следующая литниковая рамка немножко у меня пострадало вот все таки вот но в целом детальки детальки все остались целы здесь у нас куча мелочевки я так понимаю это все у нас идет на башню так опять же корпуса фар какие то у нас держатели здесь конштейны корзина башена башена опять же пластиковые вот эти вот данные я так понимаю юбочки данные в пластике и вот резина подобным материалом то есть наверное можно будет выбрать либо так либо так сделать так здесь же у нас детали люков опять же куча мелочи различные и здесь же у нас находится пулемет ствол пулемета уже рассверлен также ряд деталей у нас здесь отлита много разъемной формы это у нас ограждение фар то есть ограждение фар даны у нас одной целой деталью в общем то это радует поскольку обычно вот ну других производителей всегда приходится вот такие вот детальки составлять из нескольких мелких деталей что ну на мой взгляд не очень-то легко особенно для наверное для начинающих моделистов вот то есть в этом плане здесь конечно немножко упрощается единственное что нужно будет аккуратно все это дело вырезать цветника ну и конечно по зачищать здесь тоже немножко придется но в целом мне вот такой вот вариант исполнения вполне нравится так ну давайте двигаться дальше в принципе мы уже практически заканчиваем у нас осталось пару рамок еще значит на данной рамке у нас находятся сами полки надгусеничные уже с заодно с передними брызговиками и часть бортовых экранов ну и ряд еще мелких деталей что характерно с обратной стороны на полках следов от толкателей нет единственное есть небольшие не совсем понятные следы вот здесь вот какой-то какой-то небольшой типа облойчик таки вот они прямоугольные формы вот ну поскольку это все-таки нижняя часть то думаю здесь страшного ничего нет можно наверное даже их и не защищать поскольку у нас еще будут бортовые экраны поэтому этого места видно и не будет совсем так ну опять же по литью все достаточно неплохо полки в принципе по геометрии достаточно ровные в этом плане тоже все достаточно хорошо здесь претензий никаких нет так ну и в заключении у нас рамка с траками таких вот тоже по-моему 4 штуки у нас как мы уже видели в инструкции траки у нас идут наборные отдельными детальками и из двух частей сам трак и гребень также на каждой рамке дан вот такой вот кондуктор для облегчения сборки траков но насколько он будет удобен честно говоря затрудняюсь сказать таким не пользовался еще ну траки что можно сказать в принципе пролиты достаточно неплохо тоже следов толкателей не имеют в этом плане хорошо то есть нужно будет зачистить только места срезов вот ну вроде бы здесь так особо это проблем не должно вызвать но хотя конечно обработать каждый трак времени уйдет конечно немало так так ну и далее у нас заключение еще один летничок это у нас рамка с прозрачными деталями как видим прозрачных деталей здесь у нас достаточно много вот данные у нас перископы данные у нас стекла на на прожекторы фары вот и на различные приборы прицела то что это все дано в виде прозрачных деталей это конечно радует что можно сказать по стеклу ну в общем то стекло достаточно аккуратное чистое особых проблем и здесь не вижу каких-то царапин тоже вроде бы не наблюдая к сожалению на вот этих вот стеклах фар отсутствует какой-то какая-либо насечка имитирующая рассеивательная ну что есть то есть так на этом литники у нас закончились и мы переходим к дополнениям значит в наборе у нас присутствуют две платы отравления с различной мелочевкой сеточки так и вторая плата тоже различные сеточки и еще ряд с деталей на травлении год стоит 2017 также в наборе у нас присутствует трос металлический вот вот и небольшая декалька декалька буквально с двумя номерами причем один дан номер на как единое целое и один номер дан в виде трех отдельных цифр подложечка немножечко на мой взгляд выступает за края изображения но в принципе вроде бы у тромпетра декали нормальные то есть с ними вроде проблем не возникает так значит по набору это у нас все далее у нас имеется схема окраски так на отдельном вот таком листочке схема окраски цветная и здесь у нас дано четыре варианта первый вариант к сожалению варианты не подписаны что где и как вот первый вариант у нас стандартный трехцветный камуфляж краска рекомендуемая краска у нас дана для производителей мистер хобби валеха моделмастер тамя и хамбрау тами только один цвет хамбрау тоже значит значит здесь у нас даны все проекции что конечно очень хорошо и на оборотной стороне еще представлены три варианта и здесь к сожалению уже проекции даны не все ну один из вариантов полностью однотонный да зеленый тут как бы ладно это не страшно но вот эти два варианта конечно желательно чтобы были и другие проекции поскольку иначе приходится уже додумывать что там было с обратной стороны да с другой так здесь у нас получается двухцветный камуфляж желто-зеленый и еще один трехцветный такой серо-зелено-черный вот но в принципе на этом можно сказать это все в наборе еще были пара таких вот рекламных буклетиков на продукцию тромпетов здесь на модели и на инструменты ну вот собственно и все друзья на этом обзор можно считать законченным конечно хорошо здорово было бы сравнить эту модель с новой моделью от компании rpg но к сожалению пока нет такой возможности если конечно возможность появится то попробую это сделать если у кого-то есть что дополнить милости прошу в комментарии всегда рад дополнительной информации но на этом я друзья с вами прощаюсь благодарю за внимание далее как обычно будут фотографии и спасибо за внимание и до новых встреч всем пока до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова